Работники Николаевского машиностроительного завода опасаются рейдерского захвата их предприятия. Несколько дней назад Киевский Печерский суд вынес решение об аресте имущества предприятия с запретом на хоздеятельность. Несколько сот человек в один миг могут остаться без работы и зарплаты. Подробности в сюжете. Сегодня на предприятии выходной, но половина сотрудников вышли охранять свои рабочие места. Ждут вероятного рейдерского захвата. Несколько дней назад Печерский суд по просьбе генпрокуратуры принял решение об аресте имущества завода. Работники уверены, решение суда станет лишь предлогом для введения на завод чужой охраны и, как следствие, захвата. Здесь есть трудовой коллектив. Это несколько сотен людей, которые обеспечивают свою семью, платят налоги. И если закроется предприятие, то в принципе у многих будут проблемы с трудоустройством. Разобраться в ситуации приехали несколько народных депутатов. Говорят, власти пытаются реализовать классический сценарий. Руками генпрокуратуры забрать предприятие у одного собственника и передать другому своему. Естественно, ухвала суда, тем более Печерского суда, не могла появиться без поддержки власти, без подачи генеральной прокуратуры. Ключевой момент, который стоит о том, что то, что это предприятие направлено на рейдерский захват и на уничтожение, то, что запрет хозяйственной деятельности. Просто может быть захвачено все предприятие целиком. И остановлено, вот чем самое страшное. Остановлено предприятие. Люди останутся без заработной платы. Решение суда было принято в рамках некоего уголовного производства по статье об умышленном доведении предприятия до банкротства. Представитель собственника подчеркивает, завод был куплен на открытых торгах и успешно функционирует уже несколько лет. Поэтому никаких претензий к ним быть не может. Активы, которые к нам мы выкупили на торгах, как добросовестный покупатель, сегодня работают. Мы сегодня ремонтируем суда, мы выполняем заказы. Естественно, если мы потеряем эти активы, люди останутся без работы. Больше других ситуаций обеспокоены рабочие. Ведь найти сегодня новую работу в Николаеве практически невозможно. Наши предприятия работают, имеют загрузку. У нас практически нет свободного времени. Я утром прихожу, день проходит как пять минут. Мы останемся на улице. Нам деваться некуда. Идти нам некуда. За что мы будем жить? За что эти сумасшедшие деньги за коммунальные услуги платить? Выжить просто невозможно. Если станет предприятие, нам деваться некуда. Мы должны что делать? Умирать с голоду. Работники предприятия так просто сдаваться не собираются. Намерены отстаивать свои рабочие места до последнего. К тому же в цехах сейчас выполняют несколько заказов. И это ответственность перед клиентами. Ольга Иванченко, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев.